Время не властно над Арктикой, особенно весной. Когда начинается полярный день и даже ночью солнце опускается к линии горизонта, после чего долгое время ползет вдоль нее, чтобы снова встать. Благодаря современным технологиям мы можем показать целые сутки всего за несколько секунд. Этот довольно популярный монтаж и прием называется таймлапс. Так вот, этим самым таймлапсом наша планета пользуется вот уже несколько миллиардов лет. На этом столе донные отложения с глубины более 400 метров. По факту же, все это геологическая история развития северных широт за последние несколько десятков тысяч лет. И при более детальном изучении можно подробнее ответить, как развивалась наша планета за все это время. На самом деле, по предварительным нашим прикидкам, здесь тысяч от 50 до 100. В смысле, вот в этой колбасе глиняной? Может быть до сотни, но точнее мы можем сказать после детальных анализов в лаборатории. По моим предварительным прикидкам, начиная с этой линии, начинается голоцен, тот период, в котором мы сейчас живем. У меня в голове не укладывается, сколько оставшаяся часть донных отложений пережила цивилизация. Вот это настоящая история. Но это всего лишь 50-60 тысяч лет, потому что возраст нашей Земли... 4,5 миллиарда лет. 4,5 миллиарда? Да. И все это мы знаем, в том числе благодаря геологам. Правильно? Абсолютно. Скромные геологи сегодня. Это прибор для отбора ненарушенной пробы грунта, глубиной примерно 50 сантиметров, то есть верхнюю часть дна. Когда он опускается на дно, этот короб врубается туда, в грунт. А я тебе дальше сам попробую догадаться, а дальше по принципу большой лопаты, да? Да, соответственно, мы получаем ненарушенную пробу. Себе берем, биологам даем и всем остальным. В общем, геологи очень добрые люди. Все в массе. Один из главных инструментов, помимо бокс-корера, это как правильно называется? Она называется гравитационная трубка. Прямо втыкается под собственным весом, под гравитацией. И пробивает дно? Да. Здесь есть специальный невозвратный лепестковый клапан. Когда внедряется в грунт, он свободно проникает, а когда идет наверх, соответственно, лепестки закрываются, он не пускает. То есть, как ловушка для рыбы, можно сказать? Да, да, да. В данном случае для донного отложения? Для меня геолог – это в первую очередь человек, который изучает землю. Где здесь земля? Землю мы загружаем в пробу тонных осадков. Загружаем вот в эту колбу, ну и размываем потом при помощи насоса и дегазируем. То есть, можно предположить, сколько драгоценных углеводородов находится в норме? Не можно предположить. Продолжение чайте. Можно померить. Я так понимаю, настало время подогнать сюда нефтяную вышку. Нужно очень много этапов. То есть, геофизические исследования, геохимию нормальную площадную сделать. Очень много всего и до подгона вышки еще очень долго. Но так или иначе, все начинается с геологов. А еще геологи – невероятно творческие люди. Особенно, когда дело касается поздравления с днем рождения Виктора Артемовича Богина. Звучит его любимая композиция. И зазвонят опять колокола. А на следующей неделе мы отправляемся с океанологами туда, куда даже Академику Трешнику самостоятельно не дойти. Но это на следующей неделе. А пока что Юрий Чербаков, Польша Севера, конец связи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 А.Кулакова